Время Время есть последовательность квантовых элементов сверхсветовой реальности, устремленных в физическое пространство, их проявление. Элементы в проявлении выстраиваются последовательно, линейно. Управляется эта последовательность сознанием, поэтому через сознание можно управлять процессом проявления событий. Это так как бы методологическая подсказка. Если вы диагностируете состояние организма по цветовому ракурсу, то должны знать, темные тона обозначают места, где происходит деструктивный сток энергии, а светлые – зона поступления, восстановления энергии. То есть, когда вы визуально уже имея, так сказать, какие-то навыки и сновидения, потому что они могут быть разными. Это не то, что у кого-то сразу все стало видно и понятно, а оно тоже этапами развивается. На каком-то этапе вы можете видеть вот так энергетически, на каком-то виде образов, но это все этапы развития. И, например, если вы хотите осуществить контроль за функциями клеточных структур организма, то обратите внимание прежде всего на энергетическое состояние щитовидной железы, которая обобщает эти процессы в организме. Сканирующий импульс сознания лучше осуществлять со стороны правой ключицы, то есть со стороны олицетворяющей опыт прошлого, где человек является основой мира, создает элементы мира и определяет события мира. Это все человек. Это все вы. Только что вы об этом знаете? Что вы знаете о самих себе? Вы гораздо больше того, что о себе думаете. Восстановление тоже можно производить через свету созидания. Ведь организм человека является изменяемой в зависимости от восприятия структуры мироздания. Его можно рассматривать как комплексное обобщение следующего уровня реальности, где энергии распада и энергии синтеза контролируются сознанием человека. Тёмные зоны – это участки искривлённого пространства, где доминирует хаос. На самом деле искривлённо не пространство, а ум человека, воспринимающего пространство. Он порождает мысли, которые, как мошки саморазрушения, атакуют тот либо иной орган. Ведь мышление – это шестое чувство человека, которое через эфир должно удерживать мир в гармонии вечного развития. В древе Сефирот сфера Сатурна, то есть Бина, имеет чёрный цвет. Это цвет изначальных энергий, олицетворяющих правосудие и образующих разум материальных форм. А следующая сфера – Нептун, Хокма, имеет белый цвет. Это мужская положительная энергия, олицетворяющая мудрость и милосердие. Это наши небесные родители, образующие через чакровую систему энергетических центров – духовный каркас нашего небесного тела, которое проявляется в Уране, это сфера Кетер, цветовой гаммой возвышенного сияния. Здесь мужское и женское, как две энергии, образуют неразрывный союз-единство, благодаря которому возникают новые частоты существования и мира, и людей. Но помните, сначала надо побыть землёй, прежде чем станете солнцем. И свет, и тьма – это всё одно и то же, но в разных ракурсах восприятия. Тьма – ультрафиолетовое излучение, а свет – инфракрасное. Они вместе и рождают первое Солнце Абсолюта. Абсолют – это глобальная гармония всего со всем. И первый человек, который достиг этого состояния, на Солнце он отразился на Землю, семью градациями солнечного света. Каждый чакр нашего тела – это наше маленькое личное Солнышко, согревающее нас и освещающее нам мир. Семь чакр открывают общение с Солнечной системой, а тринадцатый чакр – общение с Абсолютом. То есть от семи надо дойти до тринадцати. То есть восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого. Но для этого надо в себе наработать тягу к единению, к преодолеть разъединение. Одежды кожаные – вот граница разделения внутренней и внешней Вселенной. Созидание – это всегда партнерство. «Будем едины в своем творении, достигнем синтеза, будем разобщены, возникнет распад». Теза – это предпосылка к синтезу и антитезе. В процессе единого созидания повторять друг друга не нужно, а созидать в согласии нужно. Чего нас, собственно, и учат здесь, на земле. Как мы думаем, так и живем. Вот почему древние мудрецы призывали, не называйте своим ничего, кроме своей души. Только она твоя. Да, душа всегда наша, а в ней Бог. Поэтому мы говорим, «Боже мой, не твой, не чей-нибудь еще, а именно мой». Еще в 13-м, на дзодиакальном классе, где мы учились вместе с Игорем Ариепьевым, меня объявили генералом-наместником. А потом и на земле, где я был в то время, директором издательства художественной литературы, мне неожиданно присвоили звание генерал-майора. И объяснили, что это звание присваивается по давней традиции всем руководителям этого издательства. В союзе писателей директоров худлито так и звали литературные генералы. Генерал-наместник Петров. Так меня именовали, он на дзодиакальном классе. И я долго не мог понять, почему так именуют. Какой в этом смысл? Однажды объяснили, генерал представительствует собой того, кто передал ему эту власть. В имени ген Е-Ра-Элф ген наследственное знание. Е-энергия силы. Ра-духовный источник энергии, знания и силы. Л-вектор духовного развития. Имя Бога Ра записано на родовом гене и передано через энергию Духу. Устами Духа свет Бога творящего. Вот кто такой генерал-наместник. Собственно, по жизни я именно это и делаю. Пишу книги, передаю знания, которые дает мне отец. Он дает именно для того, чтобы передать. То есть я принял это назначение и, в общем-то, его исполняю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова